Но сейчас обещаны большой разговор с вице-премьером Михаилом Руссом. Его мы на неделе встретили в кулуарах Министерства сельского хозяйства, где подводили итоги прошлого года. Ну и, конечно, не упустили возможность расспросить и про субтропики под Гомелем, и про весьма любопытный эксперимент. Как же вычислить безграмотного управленца? Мне недавно пришлось беседовать с пилотом пассажирского самолета. Вот я ему задал вопрос, а чем отличается Беларусь с высоты 10 тысяч метров от других стран? И знаете, что он мне ответил? А вот эта самая мозаика, которую видят люди из окна самолета, у нас, оказывается, вот эти пазлы у нас больше, чем у других, больше, чем у соседей. Вот это лоскутное одеяло у нас крупнее, что ли? Это у нас поля больше, чем у других соседей? Может быть. Дело в том, что так по традиции сложилась система колхозов-совхозов, большой объем земли, это крупнотоварные фермы, это применение современных технологий, энергонасыщенной техники. Поэтому вот эти квадратики или линии прохождения посевного агрегата, они четко подчеркивают, может, стиль страны. Но читайте технологии. Это технологии, которые соответствуют, будем говорить, мировым стандартам. Ну, вот это лоскутное одеяло у нас самое красивое в Европе получается. Да, но самое красивое еще по цвету, потому что многопрофильность культур, это и, будем говорить, зерновые культуры, это рапс, особенно вот, когда 400 тысяч гектаров зацветают желтый цвет, это и кукуруза, и это не маленькие поля, они четко отпечатываются, и это позволило стране довольно серьезно продвинуться. Если спуститься с небес на землю, все-таки проблемы в отрасли есть, и проблемы серьезные, нельзя их не отрицать. И вот, на мой взгляд, самая серьезная проблема, это, пожалуй, качество управления. Условия для всех одинаковые. У одного все получается, у другого не получается. Поэтому в одного структура себестоимости выстроена так, что обеспечивает прибыльную работу, у другого смотришь одни затраты. То, что торговать, аналогично тоже, подтягиваем довольно серьезно. Отошли от того, что я произвел, а кто-то должен забрать. Тут надо думать, во-первых, что буду производить, куда его продам, по какой цене, и надолго ли я буду стоять на этих рынках. Александр Ильич, ну тут, мне кажется, нужно вырастить совершенно новое поколение управленцев. Большинство ведь руководителей хозяйств, или вот чиновников АПК среднего, или более высокого, они элементарно не знают даже английский язык, а ведь сейчас, чтобы крутиться, извините, это одно из главных условий? Есть такое. Мы стоим на рынке одном, мягко говоря. Основная масса, более 80% продукции, реализуется на рынке Российской Федерации, ну и, будем говорить, стран СНГ. Да, этот рынок для нас на сегодняшний день премиальнее, чем другие. Но яйца в одной корзине нельзя хранить? Да, поэтому поставлена задача, хотя бы тот прирост продукции, с которым мы прорастаем, мы должны выйти на рынки третьих государств. Поэтому вот уже более 30 рынков освоено. Сертифицировали 15 предприятий на китайский рынок от молочной продукции, на рынок Индонезии, вьетнам. Сейчас очень много новостей из Дубая приходит. Да, вот сейчас в Арабские Эмираты. Поэтому 31 страна. Да, трудно там работать, но мы должны толкаться и довольно активно толкаться на этих рынках. По аналогии, как нефтяная биржа есть. Там же все суетятся, вот все что-то кричат, а у нас готовы так продавать молоко. В принципе, вот один из элементов, будем говорить, но может отрицательного, в том, что да, на рынке мы свои продукции выходим большим количеством продукции. И это умному менеджеру с той стороны позволяет сбить цену. Поэтому идет такой подход, что вот как, например, первый холдинг создан, они работают постоянно на рынках, они отрабатывают, у них цена реализации, у них контракты есть на год впервые. Вот так надо и работать. Поэтому подтягиваются и другие. И там тоже точно знают английский язык. Да. Но я не буду говорить о том, что провели мы там несколько таких экспериментов. Например, то, что звонок идет на английском языке, не всегда есть ответ приемной, что пригласит специалиста, который побеседовал бы с тем, кто хочет купить. Это вы прямо вот такой эксперимент проводили? Вы лично звонили? Конечно. Поэтому есть вопросы. Так а что в ответ? Прям трубку кладут? Ложат трубку. Да вы что? Ну, это отдельный разбор по данным предприятиям. Поэтому готовится целый ряд кадров. Неплохих. Неплохо мы работаем с... Нового поколения уже. Да, нового поколения с биржей. Мы, в принципе, биржа для нас, наша биржа белорусская, товарная, это, будем говорить, разгонный механизм. Мы по бирже, мы видим, какой спрос туда, на брендовых наших товарах. И самое главное, что вот выходить с брендами. И там, где есть бренд, бренд всегда имеет, ну, процентов 10 цены, плюс. Вы знаете, мне вот кажется, вот немножко в таком хорошем смысле агрессивности нам не хватает. Это, конечно, вопрос в плоскости нашего менталитета, такой, знаете, померкованность белорусская. Но все равно, вот, чтобы продавать, нужно вот какой-то такой внутренний посыл. В торговле должен быть агрессивный дипломат. Если вот так двумя словами сказать. Знать дипломатично, но агрессивно. Иначе выжить очень трудно. И расширять все-таки ассортимент. Вот, в принципе, мы технологическое переоснащение сейчас по-другому. Пошло в управление, что любая модернизация, она должна проходить под тот товар, который в ближайшие 5 лет будет истребован на внешних рынках. А не просто, что вот все взяли и каждый. Я буду делать российский сыр. Ну и потом сойдемся с этим российским сыром все вместе на одном рынке. И тогда демпинги или конкуренция уже внутри себя. Или еще хуже на складе. Сойдемся. Да, на складе тоже. Это общение на складе мы не должны быть. Михаил Иванович, а как так получается, что французская, немецкая и даже польская корова дает в два раза больше молока, чем белорусская? А почему? Это вот вопрос в плоскости опять? Диктат технологии. Наша корова тоже... Вот, смотрите, у нас целый перечень хозяйств, которые имеют по 2 тысячи, по 3 тысячи коров с удоем. Точно таким, как и в лучших хозяйствах Западной Европы. Вот. Там диктат технологий. А мы и сегодня об этом говорили. Это вы говорите о тех фермах, которые прошли вот эту модернизацию, где коров дует под музыку Шопена? Или не обязательно? Не обязательно. Но, в принципе, вот 4 тысячи 700 литров от коровы надоели на этих фермах. То даже если бы страна вся работала вот на таком ресурсе, то мы дополнительно около миллиона тонн молока еще бы имели. Вот он лежит, ресурс промой. А один комплекс... Причем ресурс валютный. Валютный. У нас все валютно. Что касается российского рынка, вот я слышал мнение, что в ближайшие 4-5 лет Россия намерена минимизировать импортные товары, импортные продукты на своем рынке. Вот это как-то скажется? Как любая страна, мы тоже в себе ставим задачи. Вы уже должны искать обходные пути. Ну, в принципе, первое. Никогда не надо сдавать те рынки, на которых стоишь. Потому что их потом повторно завоевать очень трудно. Вы прям как на войне, на фронте. Да, это так и должно. Это фронт. Это фронт. Это вот мы знали, толкаться жестко. Это фронт. Это борьба за место. Ваши коллеги из силового блока любят оперировать такими словами. Вот новые вызовы времени. Оказывается, и у вас есть новые вызовы времени. Говорят, что за последние четверть века на юге Беларуси, в Гомельской и Брестской области, установился субтропический климат. Вы намерены реагировать на эти вызовы времени? Вот этот регион от Гомеля до Бреста, это уже в зонах Киева. То есть на 150 километров юг подвинулся сюда. Поэтому и перерантировали, что выращивать. И видите, как мы там испаржевая фасоль пошла, и лук уже мы свой обеспечили себе полностью. Ну и пытаются... Чего раньше никогда не было. Да, пытаются там и, будем говорить, и арбуз, и прочее другое. Вот сладкую кукурузу мы свою выращиваем. На вызовы времени, ну природные, да, реагируем. Но самое главное, вызовы вот экономические.